Сегодня во многих школах республики прошли праздничные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году последний звонок прозвенел более чем для 6 тысяч 11-ти классников и 12 тысяч выпускников 9-х классов. Наша съемочная группа побывала в Чебоксарском районе и познакомилась с выпускниками Синьял Покровской школы. В этом году 11-й класс здесь заканчивают 18 человек. При этом три выпускника претендуют на получение медали за особые успехи в учении. Среди них и Иван Иванов. Молодого человека. Большие планы на жизнь. Я очень хочу поступить в Питере, в Санкт-Петербургский государственный университет. Хочу получить специальность пилота, но и для этого мне нужно стараться. Конечно, будет не хватать всего этого. Все-таки когда дома учишься, в роддом-городе учишься, ты можешь приезжать к одной маме. А так тут будут разделяются километры и будет грустно, печально. Будет не хватать ее очень сильно. И все-таки я думаю, она мне сама говорит, что нужно поступать туда, куда хочешь. Потому что от этого зависит твоя дальнейшая судьба. Потенциальные медалисты Никита Малышев и Иван Кириллов тоже планируют учиться за пределами родной республики. Стараюсь поступить в Санкт-Петербургский государственный университет на юридический факультет. Я же решил выбрать направление все-таки архитектуры, так как я достаточно длительное время занимался художественным искусством. И в итоге я планирую, если все будет удачно, а я на это надеюсь, поступить в Казанский архитектурный университет. И пока дальнейшие планы только на поступление. Последний звонок звенит озабоченно. В сердце вбиваю память тягней. Когда задрожающую руку меня-то в класс первый. Помнишь, когда ты вела? Слезы на глазах в этот день не только у вчерашних школьников, но и у их родителей и учителей. Мой третий сын заканчивает школу, надеемся, что с золотой медалью. Но, конечно, все зависит от того, как он сдаст экзамены. И надеемся, что удачно получится. Очень волнительный день. С утра очень тяжело. Тяжело отпускать его. Потому что до сих пор, я в школе работаю, до сих пор, он все время с первого класса был у меня на виду. А вот сегодня уходит. Волнительно очень. Впереди экзамены. В понедельник начнется основной этап ЕГЭ. 27 мая выпускники напишут госэкзамены по географии и литературе. Первый обязательный экзамен. Математика. 29 мая. Русский язык. Его тоже сдают все. 3 июня. Остальные предметы по выбору. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика.